Благоустройство сквера на Звездинке одна из самых острых и обсуждаемых тем в городе. То, что благоустройство дело хорошее, это бесспорно. Но реализация проекта у многих нижегородцев вызывает непонимание. Есть те, кому все нравится, но очень много тех, кому теперь сквер больше напоминает кладбище. Как на кладбище. Вот сейчас еще приукрасили, заборчик поставили. Все-таки как-то немножко это. А так вот, знаете, я вот из этого дома 38 лет здесь живу. Был скверик, а сейчас больше на кладбище похуже. Бетон заложили. Мне нравится, когда было все ажурно, легко. А сейчас смотришь, один бетон кругом. Конечно, фундаментально, но выглядит, я вам скажу, надгробие напоминает. Просто пространство стало, ну, такое, закрытое какое-то. Нет уюта. Он был уютный, этот сквер, а тут вдруг вот стал неуютный. Здесь, по-моему, бетона мало. Вот я его еще больше, вот больше, шире, выше, чтобы было много бетона, чтобы нельзя было ходить вообще. И забор еще тоньше, и чтобы шатался еще сильнее. Я ваш забор шатал? Ну, это что за забор? Это фигня. Ведь вот это вот вставлено туда, это укреплено. А это вот, посмотрите-ка, оно не это. Я вот даже, у меня сил нет, и то, если я захочу, я его сломаю. Они так выстроены в ряд, они такие прямоугольные, такие серые, такие скучные, грубые. И очень тесно стало на Звездинки, по-моему, потому что раньше сквер был воздушным, поскольку все клумбы были вровень землей. Визуально здесь было значительно больше места. Вот, собственно, трещина. Вот таких вот мест здесь много. То есть это не единственный момент, где потрескалось. Таких еще здесь несколько по всему скверу. И сюда трещина тоже продолжается. Меня все устраивает. Хорошие дорожки. Надеюсь, что здесь что-то будет посажено. Поэтому считаю, все хорошо. Раньше как было? Вообще ничего не было. Просто не было. Большие грязные помойные эти были разбиты, скамейки были, тротуар был разбитый весь был. И кормили голубей, не пройти, и собак выгуливали. Поэтому сейчас намного лучше. Если газон еще посадят, вообще красота будет. С моей точки зрения ничего ужасного не произошло. Если на территории этих гробов потом посадят хорошие растения, это дальше за озеленителями. Конечно, здорово, что заботятся. Но как-то эстетика должна быть во всем. Соответствие парку, пространству, в котором оно находится. То есть вот эти, они не соответствуют этому пространству. Вот и все. В администрации говорят, что жители со своими негативными оценками поспешили. Проект еще не завершен, и потому оценивать рано, и сравнивать тоже рано. Ну, ни на какое кладбище, конечно, это не похоже. Во-первых, сквер еще строится, сквер еще проводится ремонтный. Еще до конца все не покрашено, не установлено и не засажено. Поэтому сейчас еще нельзя судить о такой концепции, как говорят жители. Поэтому надо смотреть в комплексе уже, когда будут выполнены все ремонтные работы на нем. Ну, они еще не понимают, что здесь будет еще озеленение, здесь будут еще посажены определенные кустарники. Так, то есть, оно все еще не до конца ввито созданное, правильно? То есть, когда все это завершится, парк-то будет идеален. Приподняли клумбы, чтобы удобно было смотреть на них. Это не что-то там такое сверхсущественное. До этого этих клумб не было здесь, правильно? То есть, до этого не было никаких клумб здесь абсолютно. Но люди ходили, как хотели, правильно? Были предварительные общественные слушания и слушания уже перед проектированием. Все пожелания жителей были учтены. На основании этих пожеланий, в принципе, был разработан проект. Но основная концепция проекта – это то, что сохранить историческую значимость этого сквера. Кстати, закончить благоустройство сквера на Звездинки должны были еще 1 сентября. Но не успели. Теперь обещают завершить к 10 октября.